Проникновение в душу человека, чтобы душа откликалась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», 8 том. Вопрос 2058. Всегда считалось за благо, если в семье кто-то обрекал себя на служение Богу в монашестве. Это был ходатай за все родство. И этих ушедших любили и хвалились ими. Разве это не от Бога? Спастись наверняка. Не забывай называть тема какая. А, забыл, да. Ну, тема семья. Тема семья. Ответ Игнатия Лапкина. Просто достачудно, как мудро все у монахов устроено. Ушел. Возвысился в послушании, в иноческих подвигах. Отрекся от мира и победил плоти, воюющий в теле грех. Ни разу ни Христос, ни апостолы не поведали нам сию монашескую тайну, что Бог больше любит и лучше слышит того, кто живет в горах или за монастырской стеной. И что кто этого молельщика будет кормить, этот труженик менее угоден де Богу. И что его, селянина, меньше слышит Бог, чем его подопечного. Во множестве житий говорится, что кто-то кормил постоянно этих затворников и отшельников, приносил им пропитание, подвозил теплые хлебы, масло, вино. Но имен этих благодетелей почему-то житописателей не сохранили в истории. Почему? Выходит, принимали из рук своих кормильцев подношение, как должное, что весь мир обязан их кормить? Но Бог слышит каждого. Иоанн 6, 37. Приходящего ко мне не изгоню вон. Исайя 65, 24. И будет, прежде нежели они воззовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. То говорят, что пророку Илии монахи подражают, то мощам Елисея. И при том, ничего из пророка Илии и нет. Все выдумка нынешняя. И новое это дело в IV веке заполонило сознание желающих спастись наверняка. Но это совершенно новый путь. Совершенно не евангельский, а по Павлу Фивейскому, по Антонию Пустыножителю. Назови, как хочешь. Но это есть противление указанию Бога идти в мир и благовествовать о его любви. Нужно же подражать апостолу Павлу, а не Антонию. Марк 16, 15. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Словосочетание проповедуйте Евангелие в Новом Завете встречается 15 раз. А уходите в пустыню, бегите от мира ни разу. И невозрожденное существо хватается за выдумки человеческие, а Божие пренебрегает. И это все так всосалось в кровь и у сегодняшних, живущих в миру монахов, монахинь-инокинь, которые монашество и не нюхали. Они готовы тебя живьем похоронить, чтобы только ты не говорил никому, что они и есть самые первые нарушители Священного Писания со своим целомудрием. 1 Царств 15, 23. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя. Что пользу называться девами, а оставаться за дверьми послушания? Матфей 25, 11. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Антоний Великий, память 17 января. В то время в недальнем расстоянии от селения Антония проживал один старец, который с молодых лет предавался в уединении иноческим подвигам. Повидавшись с ним и получив для души пользу от этого, Антоний начал подражать ему и также искать уединение в различных местах, поблизости от своего селения. Если и после этого ему доводилось слышать о каком-либо отшельнике, он, подобно благоразумной пчеле, отправлялся искать его и не возвращался назад, пока не находил отыскиваемого. И через свидание беседу с ним не извлекал, подобно тому, как пчела извлекает мед, некоторые пользы для себя. Чтение Священного Писания он выслушивал с таким глубоким вниманием, что не забывал из читаемого решительно ничего. И при строгом соблюдении всех заповедей Господних память стала заменять ему самые священные книги. Он думал и о том еще, что каждый подвижник должен подражать великому Ильи и, имея перед собой его образ, изучать по нему, как перед зеркалом, свою жизнь. Поэтому он отправился к находившимся недалеко от селения гробницам, упросив прежде одного из знакомых, чтобы он приносил ему в известные дни пищу. Тот запер его в одной из таких гробниц, и там, в уединении, блаженный предавался безмолвию. После этого Антоний пошел к вышеупомянутому старцу, у которого он искал руководство в самом начале, и стал упрашивать его пойти и поселиться вместе с ним в пустыне в каком-либо малодоступном месте. Когда старец отказался, и по причине старости, и по причине новизны такого образа подвижничества, Антоний бесстрашно отправился один в далекий путь к неизвестной среди монахов горе в пустыне. До преподобного Антония Великого и его современника, преподобного Павла Фивейского, Среди христиан совсем был неизвестен такой вид подвижничества, отшельничества. Арсений Киркирский, память 19 января. С юности он посвятил себя на служение Богу и принял иноческое пострижение. Перенесение мощей Алексея, митрополита, память 20 мая. На том же основании между этими двумя храмами был выстроен новый храм во имя святого апостола Андрея Первозванного для иноков-обителей, чтобы они всегда и особенно в зимнее время могли слушать различные церковные службы отдельно от сторонних посетителей монастырских храмов. После сего на западной стороне всех этих зданий была устроена другая трапеза для принятия иноками пищи, чтобы они во всем были отделены от приходящих в обитель, суетных мирских людей. Думали об одном только Боге и заботились о своем спасении, ревностно упражняясь в молитве, посте и рукоделии, так как в этом и заключается вся жизнь иноческая. Для этого же были устроены и разные входы в храм, со вне обители, для мужчин особый вход в храм святого Алексия, а для женщин также особый в храм Благовещения Пресвятой Богородицы, чтобы приходящие к многоцелебным мощам святителя входили в эти храмы со вне монастыря и стояли в них, не смешиваясь. Каждый пол в особом храме, мужчины отдельно и женщины отдельно. Для иноков же, живших в этой обители, были устроены в эти храмы и трапезы другие входы изнутри монастыря. Это для того, чтобы иноки могли проводить безмолвную, чуждую суеты жизни, а также для того, чтобы по преданию святых отцов и по уставу обители иметь монастырские ворота, всегда закрытыми, и этим воспрепятствовать мирянам безвременно входить в обитель, а инокам во всякое время выходить из нее. Ефимий Новый, память 15 октября. Так как феастерикт, не перенося тяготы и злострадания строгой безмолвной жизни, возвратился на Олимп, то святой Ефимий на подвижническом своем поприще соединился с некием, еще до него подвязавшимся на Афоне, иноком Иосифом, но вскоре младший оказался учителем старшего. Брат, так как мы, будучи в чести, по словам Давида, преступлением заповедей уподобились несмысленным скотам и лишились своего благородства, то сочтем самих себя за скотов, и в течение сорока дней будем питаться одной травою, поникшей к земле, как животные. Может быть, очистившись через сие, мы опять получим свою по образу Божию и по подобию красоту. Вот что услышал от Ефимия Иосиф. Иосиф согласился с этим предложением, и оба они провели сорок дней, терпя жажду, голод, холод и жар. Едва была пройдена сия новая ступень лествицы христианских добродетелей, как святой Ефимий снова предложил своему подвижнику следующее. Оставим теперь, добрый Иосиф, злострадание жития беспокровного. Заключимся в какой-нибудь пещере и будем оставаться в ней неведомыми от всех других, находящихся здесь иноков. Положим самим себе в закон, как бы он ни сшел к нам от Бога, чтобы ни тот, ни другой из нас не выходил из пещеры прежде окончания трех лет. Если же кто из нас в течение сих трех лет умрет, то будет воистину блажен, как человек до конца жизни сохранивший размышления о смерти, и гробом для него добудет сия самая пещера. А когда по изволению Божию оба мы пребудем живы, умрут, по крайней мере, насколько сия возможно, наши страсти и плотские пожелания, и мы изменимся к лучшему. Иосиф принял и сие предложение. Подвижники нашли для себя пещеру, заключились в ней и едва-едва поддерживали свое существование скудную растительную пищу, состоявшую из росших близ пещер желудей и каштанов. Вся жизнь их была исполнена величайших подвигов, каковы были все ночные стояния, непрерывный пост, постоянные коленопреклонения, спание на голой земле, провождение времени в пещеры без возжжения огня. Строго сохраняя между собой молчание, они, если и нарушали его иногда, то разве только беседами о молитве и других душеполезных предметах. Через год у подвижников не было даже и ветхого рубища, которое могло бы защитить их от множества разного рода насекомых, причинявших нестерпимое беспокойство их телу. Это были в полном смысле слова мученики без гонений. Однако сподвижнику Ефимия через год оказалось не по силам нести далее добровольно принятый им на себя крест страданий. Ослабев силами, он оставил Ефимия. Это был уже второй инок, которому оказалось не по силам соревновать подвигом Ефимия. Но сам Ефимий после всего лишь усилил свои подвиги. Кассиан, память 29 февраля. Желая получить от других святых отцов большую пользу для себя, он вышел из своего места, где соблюдал полное безмолвие и посетил все монастыри в Египте, в Ифаиде, на Нитрийской горе, в Азии, в Понте и Каппадокее. Ознакомившись благодаря путешествию с житиями многих великих отцов и изучив различные образы иноческих подвигов, святой Кассиан основал два монастыря в Массилии, мужской и женский. Стихотворение. Стихи. Они непопулярные. Их авторы не могут их продать. Годами сиротливо на прилавках обречены пылиться, кротать. К стихам относятся всегда полусерьезно. В них допускают что-то ради рифмы. Сравнение, вычурное, вредную с занозой, в полубезумии бросается на рифы. Сам автор мучается глупостью видений, за умностью меняя ударения. Но есть стихи для музыки и пения, как для слепого омовенья бренья. Кичится виршами, себя зовет поэтом, дрожащим голосом читает чепуху. Смыслы речи завихряют рифмоплеты, венцы плетут разврату и греху. Но есть стихи, из них сияют главы библейских книг священного писания. Неженской красоте поется слава, гимн воскресенья звучит под небесами. Переложение прозы на стихи, событий, поучений, книг и книг вливает новое в библейские мехи свое видение, отражают в них. Тем более на них не будет спроса. Таких стихов не сыщешь в магазинах. Кто до псалмов Давидовых, до розбы, стихи найдет и в мусорной корзине. Кто любит Библию, стараясь наизусть стихи библейские запомнить и понять. Проповедь в стихах для них послужит пусть кормящий нянькой, нежную, как мать. Старался я, подыскивал сравнения, пытался разъяснить, что, почему. Писал с молитвой, часто на коленях, о церкви, о свободе, про тюрьму. 9 августа 2003 года. Игла. Игнатий Лапкин. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова